Разъяснил смысл слов «грибаная деревенщина», как он назвал рабочих, остававшихся по-прежнему бесправными, несмотря на всю видимость перемен, свершившихся в 60-е годы, все те, кто контролирует власть и производство, и вся классовая система, и все это вонючее буржуазное общество, все осталось не пролотом, за исключением того, что теперь полно развелось длинноволосых юнцов из среднего класса в модном прикиде, всем продолжают заправлять все те же сукины-дети. Они не должны забывать о дне 5 ноября, песня внезапно завершалась звуком взрыва, американцы вряд ли поняли то, что знал каждый британец. 5 ноября – это день Гая Фокса, английского радикала, пытавшегося в 1605 году взорвать здание парламента. В год выхода альбома «Пластикана Бэнд» число терактов, совершенных городскими партизанами в Соединенных Штатах, достигало. Как сообщали официальные источники, до 40 в неделю Джон тогда находился за тысячи миль от мест проведения этих символических акций протеста. Но его песня точно передавала горькое чувство отчаяния и негодования, ставшей доминирующим общественным настроением года. «Пластикана Бэнд» содержала первые признаки его увлечения феминизмом. Рок-критики из ФБР-досье Джона Леннана, собранное Федеральным бюро расследований и службы иммиграции и натурализации, весит 12 килограммов. В нем, кроме прочего, имеется докладная записка на имя директора ФБР Эдгара Гувера, где описывается выступление Джона на митинге, концерте в Эннербурге, штат Мичиган, в 1971 году. Информатор ФБР, который вели слишком за певцом, знал и то, чего не могли знать собравшиеся в тот вечер зрители. Джон расценивал свое участие в митинге как начало общенациональной кампании против президента Никсона. В ходе этой акции он собирался выступить с концертами в десятках американских городов и сделать рок-музыку орудием политической борьбы. Он намеревался завершить гастроли по США в августе 1972 года на многолюдном антивоенном митинге во время фестиваля молодежной культуры. Фестиваль планировалось приурочить к национальному съезду республиканской партии, где Никсона должны были вновь выдвинуть кандидатам на пост президента. Отчет тайного агента ФБР начинается следующий преамбулой. Ранее Леннон был участником музыкального ансамбля «Битээлзе». Мистер Гувер любил, когда ему все хорошо разжавывали. Источник сообщил, что незадолго до того Леннон написал песню «Джон Синклер», которую он исполнил во время митинга. Источник указал, что эта песня была сочинена Ленноном специально для данного митинга. Информаторы обычно сильно преувеличивают важность своих сообщений, пускай пыль в глаза боссам. Источник указал на то, о чем Ленн сообщил 15-тысячной аудитории на концерте. В апреле 1981 года администрация Рейгана отказалась рассекретить весь текст этого донесения. ФБР сослалась на закон о свободе информации, позволяющую скрывать информацию, которая является обоснованно засекреченной в интересах национальной безопасности и внешней политики страны. Я подал официальную админацию. В январе 1983 года комитет по апелляциям Министерства юстиции распорядился рассекретить меморандум о концерте в защите Джона Синклера, состоявшемся в Ничигане. И заместитель генерального актера мне по правовым вопросам велел выдать мне 8 страниц документа. То, что упавилось в интересах национальной безопасности и внешней политики, содержало полный текст песни Джон Синклера. В 1971 году стихи Леннона были засекречены ФБР под грифом «Конфиденциально». Несмотря на то, что они напечатаны на конверте альбома Джона Леннона, однажды в Нью-Йорке его посадили за то, что он совершил, и не за то, что он выступил от нашего имени. Джон Синклор получил тюремный срок за хранение марихуаны. Копии процитированные выше памятной записки были разосланы в местные отделения ФБР Бастона, Нью-Йорка, Чикаго, Нью-Оке. Сан-Франциско и Вашингтона, видимо, в ФБР опасались, что Джон приедет в эти города с гастролями. Вместе со стихами чиновники ФБР разослали доклад с описанием самого концерта, в нем, в частности. Говорилось, что жена Джона Йокуэна сбивалась с нот, что песня «Джон Синклор» имеет шансы стать национальным хитом. Хотя и явно не дотягивает до прежних высоких стандартов музыкального творчества Леннона, «Перед нами блистательный пример рок-ритики ФБР, 50-летний дядя в штатском, работавший на Эдгара Гувра, всерьез старается определить, насколько успешной оказалась попытка Джона Леннона соединить рок-н-ролл и эволюцию. Ни одна другая рок-звезда того времени не вызывала у властей столько страхов. Джон стал единственным рок-певцом, которого приказано было депортировать из Соединенных Штатов. Чтобы сорвать его гастроли, были ли оправданы попытки Эдгара видеть в Ленноневлиятельную политическую фигуру, или буро действовало лишь как послушный исполнитель параноической воли Никсона, стремившегося убрать любые, даже самые несущественные препятствия на пути к переизбранию экзальтации и ярость, которые рок-музыка возбуждала у молодых слушателей. Не несли в себе политического заряда, и Леннон это понимал, но он также понимал, что потенциальный рок обладал политической энергией, если становился частью организованного политического движения. Так, к примеру, рок объединил молодежь, протестующую против войны во Вьетнаме. В 1971 и 1972 году Джон был исполнен решимостью испытать политические возможности рок-музыки. 12 килограммов бумаги в досье Леннона отражает решимость американского правительства воспрепятствовать ему в этом. В Эннерборе состоялось первое сценическое выступление Джона в Соединенных Штатах со времени последних гастролей «Битэ Элзе» в 1966 году. Здесь он появился в одной компании со знаменитыми членами «Чикагской семерки» Джерри Рубином, основателем партии «Ебки», Бобби Силон, председателем партии «Черной пантеры» Дейвом Дилинджером, ветераном пацифистского движения Ирони Дэвисом, одним из лидеров «Новых Левых» в 1968 году во время съезда Демократической партии в Чикаго они организовали антивоенный марш протеста. Приятным сюрпризом для зрителей в Эннерборе стало появление в концерте Стивлиандера. Участники митинга требовали освободить из тюрьмы мичиганского радикала Джона Синклера. Синклор хотел с помощью рок-музыки навести мосты между антивоенным движением и контркультурой между черной и белой молодежью, к тому моменту он уже отчизил два года из десяти, которые получил за то, что продал переодетым агенту ФБР два пакетика марихуаны. В ходе планировавшихся гастролей Джон Леннон с друзьями намеревался собрать деньги для местных. Ячейк новых левых и призвать молодежь устроить политический вудсток Во время предстоящего в августе съезда республиканской партии Джон вёл переговоры с Бобом Диланом, добиваясь его согласия присоединиться к турне, однако ни одной из этих затей Леннону не удалось осуществить. 15 тысяч зрителей, собравшихся на Крайсер-Арене, в Эннербории, бурно возликовали. Когда уже около трёх часов утра на сцене появились Джон Леннон и Йокуэн, мы приехали сюда, чтобы выступить перед вами и сказать, хватит хандрить общими усилиями, мы можем многого добиться. Говорил Джон, да, у власти цветов ничего не получилось, ну и ладно, мы начнём все заново. Зрители были в восторге, Джон спел Джона Синклера. Участие Леннона в митинге в защите Джона Синклера отметило высшую точку личной политической и творческой трансформации певца, которая началась значительно раньше. Он сделал первый шаг в сторону политического радикализма ещё в 1966 году, когда во время гастролей Бит Элзе по США и вне увещевания менеджера группы Брайана и Пстайной публично осудил войну во Вьетнаме, с тех пор пытаясь соединить рок-музыку и политику. Он прошёл несколько жизненных этапов рок-против революции. В 1968 году Джон считал, что путь к освобождению не лежит через психоделию и медитацию, а не через политический радикализм. Что подлинное освобождение происходит в сознании личности, а не в сфере политики. Он выразил эту идею в рок-н-ролле, в песне, начинавшейся словами «Вы говорите, что хотите революцию, авангардист в борьбе за мир, соединив свою судьбу с Юл Куауно» в 1968 году Джон понял, для того, чтобы изменить самого себя, прежде ты должен попытаться изменить мир. Осознав это, он увлёкся идеологией политического радикализма 60-х годов и начал борьбу за личное и политическое освобождение. В 1969 году, во время постельной забастовки против войны, Джон и Йоку развернули необычную кампанию в Нью-Йоркской прессе, они организовали своего рода поп-шоу, пытаясь донести до общественности свои радикальные политические идеи через средства массовой информации и используя пресс-соистеблишмента для подрыва системы изнутри. Мирический, политический художник склонилась к левому крылу политического спектра. Джон в 1970 году попытался в творчестве выразить социальные корни своих личных драм и душевных переживаний. Создать музыку, которая обнажила бы горькую и мучительную правду о нём, как от героя рабочего класса, поэт-песенник «Новых левых» в 1971-1972 годах. Переехав в Нью-Йорк и активно включившись в борьбу против войны, расизма, сексизма, Джон стал писать, как он называл их, песни передовицы, с помощью которых стремился заразить слушателей своими идеями. Он сочинял песни о конкретных событиях, отчего тогда уже отказались даже Боб Дилан и Филокес, альбом, который Джон тогда записал. Однажды в Нью-Йорке подвергся уничтожающей критике в прессе и разочаровал его фанатов, делая о депортации и уход от радикализма. Администрация Эксона предприняла попытку депортировать Леннона за его политический активизм, в длившихся три года судейских баталиях он растратил творческую энергию. Отказался от политического радикализма, а его отношения с Йоко Оно зашли в тупик, поверженный политический активист, увядающий художник, стареющий долл, таким предстоит Леннон в этот период. Отец семейства, феминист и все же Джонни смирился с завершением наиболее активного и плодотворного периода своей жизни, он переломил себя. Вернувшись к Йоко и увлекшись феминизмом, идеологическим течением, возникшим в 60-е годы и восцедшим в 70-е, в альбоме «Двойная фантазия» Джон вновь соединил рок-музыку и политику. Выступив на сей раз в роли феминиста, мужа и образцового отца, те, кто находит удовольствие смаковать всякие грязные подробности личной жизни Леннона, сталкиваются с одной проблемой. Джон с бесстрашием исповедовался в своих недостатках и пороках, он публично признавался в том, что употребляет героин, и от испытывает зависть и отчаяние, но он также публично заявлял, что мечтает о мире и любви, и все же героям и кумирам он станет за этих мечтаний, а благодаря мучительным усилиям обнаружить и искоренить в себе ярость, печаль и страдания. Рост политического самосознания Леннона в конце 1960-х годов стал проявлением более широкого культурного феномена, на который не могли не обратить внимание рак-критики и публицисты-антивоенщики. Стоило им только начать всерьез размышлять о взаимосвязи между контркультурой и антивоенным движением и исследовать политическое содержание рок-музыки и культурные изменения политической программы «Новых левых». Поэтому каждая новая пластинка Джона Леннона никогда не становилась лишь очередной забавой любителей современной музыки и всякий раз, когда он объявлял о своем новом политическом проекте. Эта новость никогда не воспринималась лишь как очередной сюжет светской хроники, любой поступок Леннона неизменно становился предметом горячих дискуссий. Его открытость новым идеям, его готовность к новым начинаниям, риску его не боясь выглядеть чудаком – все это делал Леннона привлекательной личностью. Он выгодно отличался от прочих суперзвезд шоу-бизнеса, которые никогда не выходили за рамки созданных ими в прессе Миджи, но Джон часто озадачивал своих поклонников, которые просто не знали. Как им реагировать, то ли возмущаться, то ли гордиться его поступками, он вызывал восторг и насмешки. Альтернативная пресса Энди Граунда и рок-журналы живо обсуждали все эти противоречия его натурой, чтобы понять значение Леннона для Америки 70-х годов. Необходимо проникнуться смыслом политических исканий американской молодежи того времени. Джон, конечно, был не единственным рок-музыкантом, привлекшим к себе сто пристальное внимание. И он отдавал себе в этом отчет. Активисты, контркультура и антивоенного движения постоянно сравнивали его с двумя другими, Бобом Диланом и Миком Джаггером. Джон вынужден был жить как бы с постоянной облеткой на них, иногда он старался превзойти того и другого, следуя в их русле, иногда бросал он творческий вызов, резко меняя характер своей музыки. Но и они отвечали ему тем же. Траектории пути трех соперников редко сближались. Чтобы глубже понять Леннона, надо также осмыслить достижения и поражения Дилана Джаггера. Важнейшими событиями жизни Леннона, которые вызвали нездоровый интерес публики, благодаря которым он стал знаменитостью, а одновременно и объектом насмешек, были его эксперименты с ЛСД. А затем общение с Махариши Махеш-йоги. Джон начал принимать кислоту осенью 1966 года и завязал в августе 1967 года. Тогда же он познакомился с Махариши. Но уже в апреле следующего года разочаровался в нем. Период же его наиболее интенсивной политической деятельности длился в пятеро дольше, начиная с постельной забастовки в марте 1969 года и кончая его последним появлением на антивоенном митинге в мае 1972 года. Эти выкладки, впрочем, не учитывают тот факт, что отход Леннона от политической активности был вынужденным, он оказался втянутым в судебные процессы депортации. Начатый против него администрацией Никсона, трехгодичные баталии Джона с американскими властями на силу и чисто политический характер, защищаясь. Джон вышел далеко за рамки обсуждения технических деталей правовых вопросов, попытавшись улегчить администрацию Никсона в превышении власти. В целом же политические и социальные проблемы неизменно занимали центральное место в творчестве Леннона, музыканта и определяли его самооценки на каждом этапе жизни, так было и в пору его стихийного подросткового бунта против буржуазной респектабельности. И потом, когда он отождествлял себя в музыке с угнетенным классом и когда его стали волновать проблемы личного освобождения и когда его увлекли политические и общественные коллизии, Леннон не раз менял свои убеждения, но никогда не отказывался ставить перед собой вопросы по мере того, как укреплялось намерение Джона соединить рок и политику. Его захватывали все новые и новые идеи, которые, суммируя, он назвал попыткой стать настоящим, как выдержать бремуде рок-звезды, как соединить борьбу за личное и политическое освобождение, как создать искусство радикальное и одновременно популярное, как противостоять политическим преследованиям, как менять свои идеологические пристрастия и как после длительного перерыва найти в себе силы вновь вернуться в музыку, чтобы понять Джона Леннона. Нужно прежде всего понять его стремление стать настоящим, назад, вперед, двух, перейти. Части пролога 1 Конец мечтаний Имеет ли рок-музыка революционное содержание? Когда-то этот вопрос вызывал жаркие дискуссии, а сегодня сама постановка проблемы кажется абсурдной. Однако в конце 60-х годов никто еще толком не осознавал, насколько рок вписывается в общественно-политический статус-кво, ведь рок был музыкой молодежи, которая выступала против социальной несправедливости и угнетения. Война во Вьетнаме и уголовное преследование наркоманов Вот в чем американская молодежь видела проявление несправедливости социального строя в Америке. И рок-поколение протестовало против этого строя, вся рок-культура находилась по меньшей мере в оппозиции к стеблишменту. И многие рок-музыканты открыто высмеивали и критиковали политических и общественных лидеров страны. Журнал «Тайн» придавал року ничуть не меньшую политическую значимость, чем пресса андерграунда. После того, как более полумиллиона человек съехались в отсток на рок-фестиваль, Тайн писал, что рок не просто разновидность популярной музыки, но мощная симфония протеста, главным образом нравственного, который провозглашает новую систему ценностей, это гимна революции. Досье ФБР на Джона Леннона не оставляет сомнений, что администрация Эксона придерживалась того же мнения, и все же такое представление о рок-музыке было не вполне точным, это стало ясно уже в 1969 году, в том самом году, когда во многих городах страны участники антивоенных демонстраций подвергались жестоким избелениям и арестам. Именно тогда фирма звукозаписи Columbia Records опубликовала в подпольной прессе серию рекламных объявлений, гласивших, они не заглушат нашу музыку, ремпартес. Авторитетный журнал Новых Левых проанализировал ситуацию в большой статье, а заглавленный рок на продажу в ней, в частности, прямо говорилось о том, что Columbia Records, как и другие крупные корпорации, пыталась найти в молодежной революции источник солидных доходов в самом деле. Доля рок-музыки в продукции Columbia Records выросла с 15% в 1965 году до 60% в 1969 году, по словам газеты New York Times. Несколько крупнейших корпораций музыкального бизнеса стремятся проникнуть на рынок в молодежной культуре, которая, как доказал ВИДСТАК, все-таки существует. Эти фирмы нанимают на высокооплачиваемые должности 30-летних консультантов по делам молодежи, которые дают им рекомендации о текущих тенденциях в молодежной культуре. Основным связующим звеном между контркультурой и большим бизнесом стал основанным в 1967 году Джоном Вейнером журнал Rolling Stone. На обложке первого номера был изображен Джон Леннон в кадре из фильма «Как я выиграл войну», который через три года достиг тиража 250 тысячи каза. В 1970 году журнал Rolling Stone купил в Нью-Йорк Таймс целую полосу для своей рекламы. Если вы возглавляете крупную компанию и хотите понять, что происходит с нашим молодежью, вам не обойтись без Rolling Stone. И все же, несмотря на все эти факты, те, кто считал, что рок всего лишь новый рыночный товар, ошибались. В мире бизнеса очень быстро осознали, что корпорациям не удается манипулировать молодежной культурой с той же легкостью, с какой удавалось манипулировать обществом потребления. В 1967 году полной неожиданностью для крупных фирм звукозаписи стал триумфальный успех «Осколка моего сердца» Дженнис Джоплин и «Белого кролика» Грейс Слик. Стремясь вновь подчинить своему контролю поп-музыку, корпорации стали лихорадочно искать исполнителей в стиле сан-франциского звучания, как окрестили новое направление. Ведь Сан-Франциско это десятки колледжей, тысячи студентов, множество социальных анклавов, нечто вроде «Бастона». И вот «НГМ Рекорд» запустила многомиллионную компанию рекламы бост-аунского звучания. Это начинание с треском провалилось, молодежь осталась равнодушной к заверениям «НГМ». Будто группа «Алтимит Спинач» в 1968 году подхватила эстафету «Биг Бразер энд Холдинг» компании. Известный рок-критик Джон Ландау призвал к байкоту продукции «НГМ» и опубликовал серию разгромных статей «Роллинг Столлинг» «Кантеркультура» продемонстрировала свою твердость и непреклонность. Газетно-журнальный магнат Херст в 1968 году начал издавать журнал «Ай», предназначенный для молодежной аудитории. Первый номер «Ай» вышел с портретом Джона Леннана на обложке со статьей «Набаби» делали с иллюстрированным репортажем под заголовком «10 студентов бунтарей о своей борьбе», тем не менее журнал не имел успеха. Херсту был преподан тот же урок, что «НГМ Рекордс» «Кантеркультура» оказалась по крайней мере частично неподвластной диктатур корпораций после того, как фирмы звукозаписи начали публиковать свою рекламу в подпольной прессе. Некоторые радикалы стали высказывать опасения, что журналы «Андерграунда» будут закуплены рекламодателями, но эти сомнения оказались напрасными. Альтернативная пресса не изменила своей издательской политике в угоду бизнесу, да и читатели обнаружили завидную способность противостоять попыткам крупных корпораций оказывать влияние на их вкусы. Это обстоятельство позднее дослужило причиной финансового краха многих подпольных изданий. Тогда пару лет спустя по указке ФБР киты музыкального бизнеса перестали помещать свою рекламу в радикальных изданиях «Андерграунда». В 60-е годы черные исполнители получили самую обширную за всю историю Америки аудиторию белых слушателей. Этот факт между прочим отмечает важную политическую особенность контркультуры. Рок-н-ролл 50-х годов сломал некоторые расовые барьеры в американском обществе. Не лишь в 60-е годы белая молодежь по всей стране сходила с ума от черной суперзвезды Джимми Хендрикса. Никогда до той поры белые не танцевали в дансингах под музыку черных, например, под такие хиты. Как ты меня не отпускаешь в исполнении трио Супримс или некуда бежать группы Марта Энд Вандерлс. Этот слом расовых барьеров 60-е годы разительно контрастирует ситуацию на музыкальном рынке в эпоху Рейгана. В 1981 и 1982 году ни одна радиостанция в Америке не крутила песни в исполнении черных, а в 1983 году исключение было сделано лишь для двух чернокожих певцов Майкла Джексона и Принса. Многие радиостанции, которые некогда считались лидерами контркультурного рока в 80-е годы внезапно столкнулись с тем, что записи черных исполнителей нередко вызывали астронегативную реакцию слушателей, те звонили в студии с требованием больше не передавать виск черномазых. С этими настроениями приходилось считаться, все это говорит о том, что отождествовать рок-музыку и политический радикализм невозможно и что рок-это вид музыкального творчества. который может иметь различное политическое содержание, впрочем, не забудем это, что большие корпорации попытались подмять рок-пот себя, но не слишком в этом преуспели рок-пот, однако, мог стать мощной политической силой, когда он был прямо связан с политическим активизмом, создать такую связку должно было антимексоновское концертное турне Джона Леонана в 1972 году, план которого он разработал совместно с Джерри Рубином и Ренни Дэвисом. Подобные замыслы были тогда и у других, например, у хозяев бастонской радиостанции WBCN, которая передавала только революционную музыку вкупе с новостями движения политического протеста. в этих условиях многие музыканты в своем творчестве неизбежно сталкивались с проблемой. Каким должен быть политический рок, что это вообще за музыка, группа Elephant Desmemory и являлась обычным клубным ансамблем, который исполнял музыку в стиле традиционного рок-н-вуала Чак Берри. На слова варьировавшие идеи левых радикалов это неплохо поднимало настроение публики в Баррелле на вечере после антивоенного митинга группа MC5, чем менеджером был Джон Синклер. Стремилась к большему, ребята старались внести элементы радикализма и в свою музыку они создали раннюю версию панк-рока на несколько лет опередив примитивно яростный клэш. Альбом Джон Леннон Пластикана Бэнд выпущенный в 1970 году представлял еще один вариант радикальной музыки. Политически ангажированный художник Леннон участвовал в разрушительных и в созидательных битвах начиная с декабря 1970 года, когда вышла пластинка пластикана Бэнд а его знаменитое интервью Леннон вспоминает было опубликовано в журнале Rolling Stone он всеми силами старался разрушить свой имидж мировой знаменитости он критиковал Битлзе видя в них олицетворение бездумной радости и удовольствия он называл их творчество товаром массового спроса он рассказывал об их разобщенности словом в его изображении Битлзе представали Говоря словами активиста нового левого движения Тодо Гитлена противоречивым и безнадежным общественным институтом эксплуататорской культуры параллельно с этими разрушительными боями Леннон вёл поиски новой музыки которая могла бы соединить его личные переживания с животрепещущими проблемами дня в альбоме пластикана бунт Леннон вырвался за привычные рамки рок-музыки и за пределы тематики молодежного бунта из-за границы традиционной музыки протеста к новому радикальному синтезу личного и общественно политического содержания в песне Бог из этого альбома Леннон заявляет что он не верит ни в Иисуса ни в Кеннеди ни в Будду ни в Элвеса его летание продолжается до слов я не верю в Битлзе и тут музыка обрывается но лишь на мгновение чтобы песня закончилась так я был моржен но теперь я Джон так что милые друзья можете продолжать конец мечтания в эту песню Джон использует классические гитарные аккорды рок-н-ролла причем играет в замедленном темпе и на этой традиционной основе создает одну из самых пронзительных мелодий в современном роке Бог отрицает ложные стереотипы политики религии и культуры Джон сознательно развенчивает иллюзии шестидесятых годов начиная с мечтей бит иллюзии о гармоничном союзе друзей об идеальном сообществе единомышленников которые питаются общей творческой энергией эта фальшивая мечта утверждает Джон и ее более не существует и сам он не может и не желает оставаться победителем он заявляет что он личность такой же как мы все просто Джон обращаясь к нам он говорит что если мы хотим жить дальше нам надо постараться разрушить старые кумиры перестать верить только в мифических героев и осознать свою собственную силу поэтому мы уже больше не просто его поклонники а в куда более человечном смысле его милые друзья уже после смерти Лены на такое прочтение песни была спорена левым журналистом Энрию Капкиндом в Нью-Йоркской Соха Ньюс задолго до Тома Вулфа писал Капкинд Менон провозгласил пришествие я поколение которое не верит ни в политические программы ни в культурных героев ни в движение я верю лишь в себя пел Джон все так однако в летаниях которые певец произносит в песне Бог не отвергаются все политические движения он перечисляет имена поп-героев кумиров американских либералов и течения восточного мистицизма которые составляли часть идеологии контркультуры но политический радикализм здесь не упомянут тот же самый Капкин девятью годами раньше в 1971 году написал одну из самых проницательных статьи об этой песне тексты Леннона удивительны и бескомпромиссны в том смысле что в них предлагается радикальный выход путь преодоления бесплодной мечты путь Леннона как мне кажется это возрождение честности души приверженности истинным чувствам с помощью которых и нужно преодолеть страх перед противоречивостью своей души перед поражениями и страданиями при этом ценность его личной позиции заключается не в том что он пропагандирует верные линии поведения но в том что он изображает подлинную борьбу за освобождение личности которую ведет один на день с самим собой и в открытые на наших с вами глазах другие авторы из числа новых левых тоже признавали важное значение песни для судьбы движения Эд Гитлин в составленной монтологии новой левой поэзии писал чтобы придать личным страданиям и душевным метаниям общественное звучание как это делает Леннон надо просто сказать и вы так можете Леннон возрождает идею общественного лидера как образца для подражания еще одной важной песней в альбоме пластикану бэнд являлся герой рабочего класса в интервью Леннон вспоминает 1970 Джон назвал ее призывом к революции она написана для людей вроде меня выходцев из рабочей среды которых общество стремится сделать представителями среднего класса это воплощение моего опыта и думаю она послужит предостережением для других можете балдить от религии секси ТВ можете даже думать какие мы уменьки такие независимые но вовсе та же грибаная деревенщина так я погляжу герой рабочего класса это кое-что если хочешь быть героем что же топ изо мной в революции Джон настаивал на разграничении личного и политического там он советовал лучше освободить свою душу вместо того чтобы пытаться изменить общество здесь же он отказывается от такого разграничения высказывая предположения совместимости личного и политического доискиваясь до социальных корней своих личных невзгод а в попытках освободить свою душу он по его словам так и остался грибаной деревенщиной многие восприняли название песни героя рабочего класса как декларацию Джона о его социальном происхождении на самом же деле оно было достаточно ироничным быть таким героем как заявлял певец означало разрушить свою личность Джон же хотел избежать подобную честь и стать героем иного типа Джон стремился как он часто повторял быть настоящим но он знал что этого ему не достичь если он будет оставаться только самим собой все дело заключалось в особенностях его личности бетловское я Джона оказалось явно искусственным но как он говорит в песне и его добетловское существование жизнь среди рабочего людо являлось порождением системы социального и политического угнетения чтобы обрести подлинное я он должен был понять свою глубинную сущность сам себя создать короче говоря чтобы стать настоящим надо было понять свое я как комок противоречий как в бескрайнее поле жизнестроительных возможностей по сути здесь Джон обращался к тем молодым людям которые по-своему боролись за возможность стать настоящими его увлекло то что теоретик новых левых маршал Берман назвал политикой подлинности в этой песне Джоэн попытался осуществить еще один беспрецедентный в рок-культуре замысел на своем примере докопаться до социальных корней душевных страданий которые люди обычно связывают только смешными невзгодами хотя его жизненный опыт суперзвезды рок-музыки был уникален Леннон стал фигурой идеальным образом казалось воплощавший идеологию новых левых которые только тогда впервые обратились к проблеме влияния общественного кризиса на личность Джон был убежден что переживаемый молодежью в конце 60-х годов личностный кризис представлял собой сугубо социально-политическую проблему он ждал что радикальное движение даст возможный рецепт преодоления отчуждения которое испытывают люди в буржуазном обществе и укажет путь к освобождению в сфере межчеловеческих отношений альбом джон джон леннон пластика но бенд стал попыткой джона прояснить влияние социальной истории на частную жизнь та же проблематика лежала в основе идеологии нового левого радикализма джон мог назвать героя рабочего класса революционной песней потому что в ней он указал на камень преткновения революционных движений 60-х годов как говорил джон пролетарий тешит себя чужими мечтами как только они это осознают мы тотчас сможем начать что-то делать смысл заключается не в том чтобы им было приятнее жить но в том чтобы постоянно приводить им примеры угнетения и деградации которая сопровождает их борьбу за хлеб насущный в интервью Леннон вспоминает данным сразу же после выхода альбома в свет он подробнее разъяснил смысл слов грибаная деревенщина как он назвал рабочих остававшихся по-прежнему бесправными несмотря на всю видимость перемен свершившихся в 60-е годы все те кто контролирует власти производства и вся классовая система и все это вонючее буржуазное общество все осталось непролитым за исключением того что теперь полно развелось длинноволосых юнцов из среднего класса в модном прикиде всем продолжают заправлять все те же сукины дети те же самые люди остались у рулевого колеса в обществе они занимаются старыми делами продают оружие в южную африку убивают негров на улицах люди продолжают жить в ужасающей нищете с крысами в квартирах все в мире осталось по-прежнему от этого блевать хочется и я это наконец-то понял все конец мечтания мрачность настроения Джона зимой 1970 и 71 года в какой-то мере отражало аналогичное настроение в рядах новых левых которым непросто оказалось пережить процесс чикагской семерки и вторжение в Камбоджу и убийство в Ткенском университете невзирая на самую мощную в американской истории военно-студенческих демонстраций протеста администрация Эксона продолжала уничтожать население и природу Юго-Восточной Азии многие радикалы испытывали то же чувство бессилия о котором говорил Джон в интервью журналу Rolling Stone их серьезная приверженность своим идеям и идеалам и глубина их отчаяния объясняли обостряющееся чувство отчужденности внутри движения Джон выразил эти ощущения в отчуждении невероятно печальной песни где он поет о Сибеля Йоко Арне и маленькой девочке которые пытались изменить весь мир своеобразным откликом на увлечение новых левых террористическими актами звучала песня Джона Эмни в которой он напоминал слушателям что пока весь мир сводит их с ума они не должны забывать о дне 5 ноября песня внезапно завершалась звуком взрыва американцы вряд ли поняли то что знал каждый британец 5 ноября это день Гайа Фокса английского радикала пытавшегося в 1605 году взорвать здание парламента в год выхода альбома пластикан и бэнд число терактов совершенных городскими партизанами в Соединенных Штатах достигало как сообщали официальные источники до 40 в неделю Джон тогда находился за тысячи миллиот мест проведения этих символических акций протеста но его песня точно передавала горькое чувство отчаяния и негодование ставшей доминирующим общественным настроением года пластикан и бэнд содержала первые признаки его увлечения феминизмом в энергичной ладно 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 Джон описывает как они с Йоко сидят вдвоем и обсуждают революцию словно два либерала на солнышке мы говорили о женском освобождении и еще о том как мы черт побери можем сделать что-то путное отчаяние от того что вокруг слишком много болтовни ироническое словечко либералы и настойчивое желание сделать что-то путное все это точно отражало настроение новых левых в ту пору даже в своих наиболее интимных песнях Джон старался соединить общественные проблемы с личным опытом альбом открывала песня мама мама я был у тебя но тебя у меня не было манера пения Джона напоминала стиль солны он завершал песню многократным криком мама не уходи пап вернись домой история семьи Джона была известна всем кто ее интересовался по крайней мере с 1968 года когда вышла монография Хантера Дэвиса я ее потерял дважды говорил Джон о матери впервые в возрасте 5 лет когда я переехал к тетке и еще раз в 15 когда она умерла физически никто из белых рук певцов не исполнил песню подобную маме с такими неподдельными душераздирающими воплями детского ужаса потом Джон рассказывал что при студийной записи мамы он подражал манере исполнения Джерри Линь Юйса я поставил все вокруг ходит ходуном я слушал все вокруг ходит ходуном потом снова играл маму я хотел добиться похожего настроения а у кого он заинствовал свою привычку кричать в песнях отвечая на этот вопрос Джон обычно приводил в пример собственную песню я завязал извиваясь ойари братья фальсли и еще крики литвы ричард достой фрукти мама это предельно личное исповедание основанное на биографическом опыте Джона но он говорил также что песня имеет и универсальное значение на концерте в нью-йоркском мэдисон сквер гарден в 1972 году Джон представил эту песню зрителям такими словами многие думают что эта песня только о моих родителях но она посвящается всем живым и мертвым родителям за мамой в альбоме следовало песня держись Джон мы выиграем этот бой Ринго Старер исполнял партию на ударных нервах и взволнована может быть от того что чувство душевной боли выраженное в длинных и коротких фразах было передано с особой остротой красивая мелодия по контрасту звучала умиротворяющей Джон говорила об этой песне так теперь уже все в порядке все сейчас в прошлом так что надо держаться мы можем в любую минуту пережить мгновение счастья вот о чем эта песня ведь мы как живем ценя каждый прожитый день не страшась его ведь это может быть наш последний день музыка пластикан и бонд производила впечатление небогатой незатейливой порой даже не слишком примитивно Джон играл на фортепиано и на гитаре музыкантами в ритм секции были два старинных приятеля на бас-гитаре Клаус Вурман его он знал еще по концертам в Бамбурге и ринг за ударными который играл с невероятным подъемом и просто потрясающе на простенькой я узнал Джон объяснял что пытался избавиться от всяких метафор от всякой поэтической претенциозности отморочито богатого звучания от того что я называю Диона я хотел обо всем рассказать просто как оно есть простым английским языком зарифмовать и положить на ритм в интервью Леннон вспоминает он так оценил альбом это очень некоммерческая музыка и это ужасно но это факт и я не собираюсь жертвовать этой музыкой ради чего-то иного он знал что он опыт удался мне кажется что это лучшее из всего вне он сделанного пластик ано бэнд знаменовал полный разрыв с прежним творчеством Леннона по сути этот альбом стал кульминацией длительного процесса развития личности Джона революции его политических взглядов а свой первый шаг прочит Би-Ти-Элзе Джон сделала в 1966 году и случилось фото в городе где жил Элвис и о котором пел Чак Берли Мэнфис штат Томиссии два первый шаг к политическому радикализму гастроли 1966 года когда летом 1966 года Би-Ти-Элзе приехали в Мэнфис и узнали что в день их концерта в городе состоится демонстрация местных христиан организованной сотней священников фундаменталистов все дело было в Джоне незадолго до того он заявил что Би-Ти-Элзе более популярны чем Иисус англичане со свойственным им спокойствием сочли что так оно и есть но в богобоязненных Соединенных Штатах религиозные права обвинили Ленона в богохульстве и ринулись на него точно стая волков на потеху прессе лидер мемфийских священников преподобный Джин Мистраот издал суровую прокламацию где уверял сограждан что христианская демонстрация даст молодежи юга возможность убедиться Иисус куда популярнее Би-Ти-Элзе пока Джон не упомянула об Иисусе Би-Ти-Элзе считались поймальчиками рок-музыки и не шли ни в какое Сравнение с ужасными и сексуально агрессивными Роллинг Стоинс взрослые называли Би-Ти-Элзе веселыми и безобидными ребят из Ливерпуля любила Цирвин Но американские священники ортодоксы восприняли их в совершенно ином свете что ж такого сказали или сделали Би-Ти-Элзе если их репутация настолько повысилась в глазах тех кто спит и видит революцию Вопрошуя Дэвид Нобель автор антибитовских статей регулярно появлявшихся в печати с 1965 года главная ценность Би-Ти-Элзе для ливаков заключается в том что не способствует отвращению молодежи от веры в Бога Нобель тщательно проштудировал все произведения Джона и обнаружил в них неопровержимые доказательства того что его выпад против Иисуса явился лишь одним из проявлений куда более опасного комплекса неслыханных идей в книге Лемона «Испанец за работой» он нашел фразу «Отец насыкал Майкл Моуст» Майкл Моуст был продюсером группы «Херманс Хермитос» эта фраза по разумению Нобела в существенной степени способствовала подрыву веры молодых людей в Бога его единородного сына Мэмфис Городской совет Мэмфиса поддержал своих духовных пастырей официальный документ муниципалитета гласил Мэмфис отказывается принимать Битээлзе Мэмфис где Левис записал свои первые пластинки пробудивший Джона Леонона от его мальчишеских грез Мэмфис которому посвящен классический рок-н-ролл Чако Берли исполнявшийся Битээлзе еще в самом начале их карьерой Мэмфис где Джерри Ли Льюи спела о том как все вокруг ходит ходуном Мэмфис столица черной музыки где в летом 1966 года Карла Томас записала рок-хит позволен мне быть хорошей а Сэм и Дэйв свой забойный шлягер глядика вот как же Мэмфис мог не принимать Битээлзе на следующий день после того как отцы города издали сие постановления менеджер Битээлзе Брайон Эпстайн уже выработал стратегию поведения извиниться за все он разослал во все газеты телеграммы где заверяют жители Мэмфиса и всего среднего юга что Битээлзе ни словами ни поступками ни им каким-либо образом не будут оскорблять или высмеивать религиозную веру во время своих гастрольных концертов кроме того Джон Леннон глубоко и искренне сожалеет о том оскорблении которое он возможно нанес общественности за неделю до начала концерта в местной печати разгорелась жаркая полемика среди прочих писем и заявлений было напечатано обращение нескольких священников осуждавших готовящуюся фундаменталистам лекцию антибетовского протеста а ректор местной епископальной церкви святой троицы писал мне нет дела до битл за я на их концерт идти не собираюсь я не уверен что производимые на сцене шум и грохот можно отнести к тому что мы привыкли называть музыкой однако истинность заявления Джона Леннона едва не подлежит сомнению некий методистский пастор процитировал заявление Джона на пресс конференции в Чикаго и признал что в нем точно характеризовались мемфийские преследователи битл за Иисус был праведник а его ученики на поверку оказались слишком земными недостойными своего учителя они то извратили нашу веру в одной мемфийской газете было также помещено письмо студента Луизианского университета который писал что отцы города должны наконец раз и навсегда отказаться от своего представления будто любой кто появляется в Мемфисе без креста нашей совершает великий грех неужели ваша религия настолько беспомощна что 4 рок музыканта способны подрасти ее основы по мере приближения даты прибытия битлз в Мемфис их команда все больше нервничала когда они покидали Лондон фанаты собравшиеся в аэропорту кричали Джон пожалуйста не уезжай они любят тебя и Джон боялся что так оно случится впоследствии он вспоминал я не хотел ехать на эти гастроли я был уверен что меня там пристрелят они ведь там вообще все слишком серьезно воспринимают сначала тебя пустят пулю а потом спохватятся что напрасно поскольку дело не стоило выеденного яйца словом не хотелось мне ехать но Брайон и Пэй меня уговорили только я здорово перетрухал и не он один по словам ассистента Битлз Питера Брауна Пэй Маккарт не исключал что его могут застрелить во время выступления когда Битлз сошли с бурта самолета в Мемфисском аэропорту Пэй иронически заметил мы забыли повесить мишени себе на грудь опасаясь что среди публики может оказаться снайпер у строителей концерта попросили местную полицию усилить наблюдение за зрителями чтобы никто не пронес огнестрельное оружие в зал последующие рассказы о том что произошло во время концерта Битлз и на демонстрации протеста мемфийских христиан весьма разноречивы как написано в одной из летописей Битлз в то самое время как ливерпульские ребята готовились к выходу на сцену на улице перед концертным залом Куклук Склан проводил 8000-ую антибитловскую демонстрацию в действительности же число участников клановской акции вряд ли насчитывало больше 8 человек но уж никак не 8000 правда это были самые настоящие куклук Склановца в белом облачении такое никогда не случалось с Меком Джедгером хотя он и старался эпатировать публику так что в каком-то смысле Джону можно было позавидовать он оказался единственным белым рок-музыкантом который спровоцировал куклук Склановский демаш в самый разгар их выступления раздался звук похожий на выстел по лицу битлов промелькнула тень ужаса как потом признавался Джон мы посмотрели друг на друга каждый подумал что кого-то из нас подстрелили это было ужасно не представлял как я еще там на ногах устоял передлинувшись и увидев что все целые невредимы они продолжали играть как ни в чем не бывало потом выяснилось что в зрительном зале взорвалась обыкновенная хлопушка и так 12 тысяч зрителей присутствовали на концерте Битлзе а 8 тысяч прошли через весь город в колоннах демонстрации протеста причем половину ее участников составляли люди в возрасте и они не производили впечатление мощной силы в битве за ум и сердце молодежи среднего юга так что преподобный Страут косвенным образом все же подтвердил правоту Джона Христос устутал популярности Битлзе даже в Мэнфисе впрочем Страут издал новую прокламацию где уверял будто эта демонстрация неопровержимо доказала всему миру что христианство неизбудно по крайней мере в этом пункте Джон Леннон был посрамлен с самого начала истории рок-н-ролла церковники ортодоксы и белые расисты выступали против новой музыки в 1956 году Нью-Йорк Таймс сообщила что в Новом Орлеане белые христиане пытались запретить рок с его негритянским стилем под предлогом того что наказывает дурное влияние на белых подростков в Алабаме Совет Белых Граждан возникший для борьбы с движением черных за гражданские права тоже выступил против рок-н-ролла назвав его средством низведения белого человека до уровня негра как утверждали белые граждане Алабамы рок-музыка была составной частью заговора с целью подорвать моральные устои молодого поколения нации в том же 1956 году члены Совета Белых Граждан во время концерта Мэтта Кинга Коула в Бирмингене напали на певца и избили его 10 лет спустя высказывание Джона Леннона об Иисусе побудило те же общественные силы вновь заявить о себе Мемфис оказался не единственным городом где прошли выступления протеста против Леннона Первые антиленоновские демонстрации состоялись в Бирмингеме городе который в 1966 году стал символом грубейшего нарушения гражданских прав черных Тремя годами ранее Бирмингемская полиция напала на участников марша в защиту гражданских прав и в течение последующей недели арестовала более двух с половиной тысяч его участников тогда же в 1963 году в негритянской церкви города взорвалась бомба и в результате взрыва погибли четыре девочки и вот теперь в конце июля 1966 года за две недели до начала четвертых гастролей Битлз США пресса опять вспомнила о Бирмингеме здесь местный диск Жакей Томми Чарлз собрал митинг участники которого бросали пластинки Битлз в пасть огромного лесопильного агрегата где они превращались в пластмассовую треху в течение последующих нескольких дней 30 радиостанций страны объявили о бойкоте музыки Битлз в основном это были радиостанции южных штатов но в кампании бойкота быстро присоединились также станции Бастона Нью-Йорка в том числе и WNB Телес которая одной из первых в Соединенных Штатах начала насаждать битломанию все газеты опубликовали фотографии коротко стриженных юнцов веселящихся вокруг костров где горели пластинки великолепные четверки а в одной из передач вечерних теленовостей показали как девочка школьница радостно раздирают в клочки книжку Немины в своем праве и бросают ее останки в костер великий дракон куклу к склана южной красави нямы красави нямы красави красави Продолжение следует...